режиссерки 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 чистая поэзия кадра мир совершенно с другого ракурса на первое место вышел фильм снятый не мужчины дальше они весь фильм делают то что девушкам делать не положено глаза разбегаются неловко перед всеми это фильм закрывший советский союз всем привет это антон долин и радио долин сегодня мы будем говорить о женской режиссуре или точнее о режиссуре женщин если мы посмотрим на огромную историю кинематографа двадцатого века мы увидим как немного среди самых важных ключевых и знаменитых имен женщин попробуем следя за практикой за конкретными событиями то есть фильмами за конкретными судьбами развеять два противоположных мифа каждый из которых на самом деле мешал женщинам быть наравне с мужчинами в статистическом смысле в кино потому что в смысле таланта я думаю что даже мизогины не усомнятся в том что существуют талантливейшие женщины которые совершили ну просто неоценимый вклад в историю кино два этих заблуждения такая каковы с одной стороны что все-таки режиссура это управление все-таки режиссура это что-то требующего патриархального авторитета и женщины ну кроме каких-то исключений из правил этого не умеют не могут это просто не их природа несомненно штамп и клише которые разбиваются практикой легко а с другой стороны кто им мешает покажите хоть один закон хоть одно правило по которым женщинам запрещали снимать кино да не всегда снимали кино перестаньте об этом говорить тоже не так наш выпуск разбит на две большие части внутри которых будут подглавки первая часть это 20 век 2 это 21 в котором мы с вами живем и количество тех ярких имен и фильмов которые удалось конечно совершенно субъективно собрать показывает что десятка великих фамилий имен 20 века они легко уравновешиваются десяткой за 21 века и там толпятся в прихожей другие имена ничуть не менее блестящие с того момента как равенство женщин и мужчин в самых разных областях начало нас настигать и мир стал меняться женщин режиссеров очень разных талантливых стал становиться все больше и больше все меньше людей уже возмущается и кривит лицо когда слышат феминитив режиссерки кстати говоря в очень многих языках мира это слово существует теперь но существует и в русском языке как доказательство мы его употребляем и поговорим о режиссерках с самого начала кинематографа и до наших дней пойдем по хронологии лотте райдингер это наверное первая гениальная режиссерка немка которая сделала первую сохранившись во всяком случае совершенно точно шедевральную полнометражную анимацию приключения принца ахмеда вдохновленная театром теней а также практикой я самых разных модернистских художников и режиссеров влюбленная с детства в фильмы жоржа мельеса лотте райдингер замечательная талантливая художница стала делать анимационное сказочное кино теней кино силуэтов в этом качестве она сотрудничала с огромным количеством великих авторов работала с жаном ренуаром работала с разными оперными постановщиками но также делала собственное кино ее полнометражные приключения принца ахмеда это экранизация сказок тысячи одной ночи невероятно красивая художественная таинственная прекрасная чарующая сказка которая настолько оригинальнее даже ранних шедевров американцев или например студии диснея что ты буквально поражаешься мы видим тут ту же самую изломанную усложненную изобразительность которая характерна для немецкого экспрессионизма то же время стиль райдингер он свой он вообще ни на кого и ни на что не похож эта сказка и для детей и для взрослых и для историков кино и для современных зрителей не случайно сегодня райдингер одна из икон для аниматоров всего мира многие пытаются ей подражать многие пытаются следовать за ней но никуда не деться от факта она была первой кстати говоря сегодня ее судьба тоже отзывается нам вместе со своим мужем и соратником во время войны во время нацизма в германии она пыталась уехать из страны но не смогла добыть себе долгую визу для проживания и работы и поэтому жила в разных странах пока позволяли визы и таким образом они с мужем перемещались из страны в страну успели за это время пожить и поработать с такими гениями как лукина висконте и жан ренуар лени рифеншталь абсолютная противоположность лотте райдингер тоже великая постановщица из германии но она прекрасно себя чувствовала во время правления гитлера была его любимой режиссеркой вдохновляла его а он вдохновлял лени рифеншталь на ее картины она начинала как актриса как звезда горного кино это очень было модное направление в 20-х годах германии ну а затем буквально влюбилась в идеологию национал социализма и стала официальной летописица и съездов нацистов так родился печально известный фильм шедевр или антишедевр мировой пропаганды триумф воли но я хотел бы включить в наш перечень другой фильма фильм который смотрят и которому поклоняются до сих пор олимпия более чем трех с половиной часовой шедевр лени рифеншталь в котором она снимая легендарную олимпиаду 36 года конечно восславила нацизм в то же время создала азбуку спортивного кино и съемок спорта вообще когда вы смотрите любой телерепортаж с любого матча наверняка вы видите там приемы которые придумала лени рифеншталь но в то же время хоть фильмы документальные она показала себя там как настоящий поэт она отсылает нас к античным временам к древности она упивается красотой тела конечно в этом культе есть что-то фашистское но одновременно с этим например подвиги джесси оуэнса знаменитого афроамериканца легкоатлета который был одним из триумфаторов этой олимпиады тоже мы фильмы можем видеть как и недовольны выражение на лице адольфа гитлера наблюдающего за этим всем мне кажется что очистить творчество рифеншталь и конкретно эту картину от нацистской подоплеки совершенно невозможно но мы не можем не признать того что именно лени рифеншталь создала тот мир взгляда на спорт на спортивное кино в котором мы с вами живем сегодня нравится нам это или нет майя дрен одна из величайших между тем я думаю многие из вас не знают ее имени потому что ее больше почитают сторонники авангарда она дружила с андре бретоном с композитором-авангардистом кейджем сотрудничала с живописцами и художниками и писателями сюрреалистами на самом деле она родилась в киеве в семнадцатом году и звали ее элеонора деренковская из еврейской семьи пяти лет от роду она уехала вместе с родителями в америку и прославилась как американская авангардистка ее фамилия была сокращена отцом с деренковской до дерен а маги ее прозвал и она приняла это имя ее муж чешский тоже кинематографист авангардист у май дрен нет ни одной полнометражной картины только короткий метр поэтому я назову две ее работы полуденные сети сделанные вместе с мужем и уже самостоятельные на берегу это середина сороковых годов это совершенно потрясающее кино это чистая поэзия кадра там вообще нет никакой нарративности там нету сюжет это невозможно пересказать словами даже если вы по кадр будете описывать там происходящее и сама майя дрен на божественно прекрасная в кадре но она конечно не объект она субъект этой истории в которой женщина встречает саму себя в которой призраки и реальность сновидения и факта перемешиваются в котором повествование устроено по принципу ленты мебиуса и многозначные символы цветок ключ нож складываются ну в такую почти хореографическую сииту жизни и смерти многие фильмы о смерти сама она считала себя поэтом сама она очень любила современный танец и некоторые фильмы снимал как хореографические этюды ну а дэвид линч считает ее своей такой крестной матерью в искусстве и кинематографа линча не было бы если бы не замечательные картины моей дрен а не сварда и и еще любят называть бабушкой французской новой волны бабушка потому что по-настоящему она прославилась и обрела такой культовый статус уже в возрасте немолодом на самом деле они сварда конечно уже пятидесятых годах раньше чем режиссеры новой волны произвела фактически революцию французском кино это было в ее картине фан кур которая в общем-то была предтечей всех новаторских открытий конца пятидесятых и затем в начале шестидесятых они сварда вышла замуж за жака дэми режиссера шербургских зонтиков и это было чем плодотворное многолетнее сотрудничество однако фильмы варда абсолютно самобытные не похожи ни на что хотя в картине которому будем говорить снялись маленьких ролях жан-люк гадар и анна корина несмотря на это не на гадара не на трюфо эта самая картина клево от пяти до семи совершенно не похоже она вообще ни на что не похоже клево от пяти до семи в общем-то это новаторская картина которая начинается как довольно обыденная история одной женщины эта женщина певица и актриса и мы наблюдаем ее в течение одного дня собственно говоря с пяти вечера до семи вместе с тем эта история целой жизни жизни которая ведет к смерти потому что в самом начале происходит гадание на картах таро героиня молодая красивая женщина певица узнает что возможно она скоро умрет и она действительно ждет когда вечером врач огласит ее диагноз возможно у нее рак но она не знает ответа и мается до вечера до этих самых семи часов когда закончится фильм вся картина наполнена предчувствием смерти есть разные символы иногда почти карикатурные героиня покупает новую черную шляпку которую именно по вторникам нельзя надевать это плохая примета разбивается зеркало мы видим как по всей видимости за несчастного случая погиб какой-то человек и даже когда она встречается со своей приятельницей которая работает натурщицей и обнаженной позирует молодым художником героиня признается что для нее нагота ассоциируется с болезнью и со смертью кроме того ее зовут клео то есть клеопатра мы все помним как кончила клеопатра но они сварда играет с этими нашими ожиданиями и постепенно подводит нас к мысли о том что мы смотрим на женщину как-то красивую и недолговечную бабочку через призму неких клише штампов и ее героиня становится все многоплановой все сложнее по ходу того как развивается эта картина в которой есть и отсылки к политике например калжирской войне невероятной красоты и совершенно при этом беспощадный фильм мне кажется картина подобных которые не снимали ни до ни после вера хитилова абсолютно гениальная женщина которая была суперзвездой нового чехословацкого кино в шестидесятых годах вся ее карьера полна ярчайших фильмов но конечно же для сегодняшнего выпуска невозможно было выбрать не что другое как маргаритки маргаритки это шедевр запрещенный конечно же в чехословакии по понятным причинам или по непонятным на самом деле это настолько авангардная картина что цензоры не знали что вменить в вину хитиловой и они решили сказать что героини этого фильма слишком жадно и некрасиво поглощают еду и вообще разбазаривают эту еду когда пролетариат голодает вот это вот нехорошо показывать на экране и вот под этим предлогом фильм решили не выпускать действительно героини фильма маргаритки их обеих зовут марии впрочем иногда они называются другими именами современные две молодые девушки брюнетка и блондинка их играть непрофессиональные актрисы в начале фильма они срывают плод очевидно с древа познания добра и зла и решают быть испорченными и плохими раз сами времена испорчены и плохие дальше они весь фильм делают то что девушкам делать не положено они разводят богатых часто немолодых мужиков заставляя кормить их в ресторанах а дальше сажают тех на пояс мужики уезжают они машут им с платформы и смеются себе в кулак они срывают какие-то вечеринки они скандализируют общественность и параллельно с этим всем мы видим документальные кадры взрывов и здесь разрушительность самой эпохи напрямую ставится в параллель с разрушительным поведением молодежи который вера хитилова и как бы не воспевает ну уж конечно и не осуждает это такой рок-н-ролльный панковский абсолютно опередивший свое время фильм который и сегодня поражает огромным количеством новаторских приемов посмотрите его я гарантирую вам что как минимум удивитесь лилиана кавани если называть самые скандальные фильмы двадцатого века не думая о том мужчины их снимали или женщины ночной портье обязательно будет в этом списке кстати говоря ночной портье это визитная карточка самый известный фильм лилиана кавани и сама она ужасно это раздражалось ларс мантрир вспоминал как он совсем молодым режиссером пришел к не благодарить за эту картину которая конечно же его вдохновила как и многих других и она выставила его за дверь и со словами что отстаньте от меня с этой картины она уже абсолютно не остычертела но важно упоминая о других картинах кавани сказать например то что она всю жизнь была увлечена фигурой франциска осискова которым она сняла две картины и вообще ее работа с религиозной иконографии и и атеистические взгляды тоже принесли немало неприятностей это что ее первые работы они вообще-то говоря были документальными они были связаны и с нацизмом и со сталинизмом она исследовал тоталитарные режимы и это привело ее к созданию ночного портье фильма очень личного больного странного специфического рассказывающего о садомазохистической любви возникающий через много лет уже после войны между бывшим офицером сс максом и его пленницей девушкой которую он и пытал и в то же время любил и спас несмотря на то что она конечно же чуть не отдала концы благодаря именно ему и его товарищи и конечно не удивительно что американской критики ночной партии категорически не понравился его просто растерли в порошок европейский понравился выборочно это была скандальная картина хотя или не хотя именно поэтому толпы зрители шли ее смотреть этот провокационный откровенный фильм с гениальными актерскими работами дирка богарта и совсем юной шарлотты рэмплинг показывает что изжить полностью фашизм и нацизм невозможно даже в 70-х годах их наследие никуда не денется потому что в нем есть что-то иррациональное и глубоко эротическое и это не только стокгольмский синдром конечно исследованием которого является ночной портье среди прочего тоже эти отношения палача и жертвы это вечное притяжение когда-то его следовал маркиз де сад но в 20 веке на конкретном историческом материале пусть и приправленной фантазии никто не следовал этот материал также откровенно и честно как это делала лилиана кавани шанталь а керман бельгийская режиссерка благодаря которой мы сегодня делаем этот выпуск ну в том числе дело в том что совсем недавно авторитетный британский журнал сайт and sound провел 10 лет спустя после предыдущего опроса ведущих кинематографистов критиков экспертов по всему миру с целью выяснить самые влиятельные фильмы и если 10 лет назад самым влиятельным было головокружение альфреда хичкока а за 10 лет до того гражданин кейн орсона уэллса то сейчас впервые на первое место вышел фильм не американский снятый не мужчиной а именно шедевр шантали керман всего вторая и лента сейчас попробую правильно произнести это длинное название жанна дельман набережная коммерции 23 брюссель 1080 1080 это индекс почтовый адрес почтовый переписка тоже по сюжету присутствует в фильме шантали керман было всего 24 года когда она взяла сделать эту картину и зрелости совершенства этой работы до сих пор поражает почему скорее всего многие из вас и не видели потому что фильм длится почти три с половиной часа потому что он не участвовал и не побеждал ни на одном из главных фестивалей потому что даже отдавая должное гению шантали керман некоторые писали да этот фильм в каком-то смысле первый среди всех фильмов но среди всех фильмов сделанных женщинами когда считалось что фильмы сделаны женщинами они как-то отдельно должны стоять и в самом деле жанна дельман это революционная работа потому что мы видим мир совершенно с другого ракурса чем мир с показанный и разыгранный мужчинами как-то было большинстве фильмов сделано до сих пор даже режиссерами женщинами то есть мы видим быт мы видим женщину 40 с небольшим у нее сын подросток мы видим ее рутину и наблюдаем за тремя днями из ее жизни на протяжении трех часов не происходит ничего интересного она варит картошку она причесывается перед зеркалом она заправляет постель она кормит сына помогает сделать ему уроки она пишет своей сестре в канаду письмо или читает письмо из канады она вяжет и время от времени принимает мужчин поскольку она после того ковдовела подрабатывает проституцией с этим связан и неожиданный твист финале картины которые я не буду вам пересказывать вы должны буквальном смысле прожить этот фильм сами сначала до конца чтобы испытать этот взрыв финале который обязательно произойдет скажу ли что для дельфин сейрик одной из величайших актрис двадцатого века которая снималась и в лучших картинах бунюэля и в главной роли в фильме в прошлом году marine body у алена рене что для нее эта роль наверное важнейшая самое главное самое яркое из всего что она в кинематографе делала наверное эта картина останется и визитной карточкой безвременно рано ушедший из жизни шантали керман лариса шипить к как без нее лариса шипить к была родом из советского города артемовска то есть из бахмута и потом она училась во львове таким образом она уроженка украины фильм восхождения который нельзя было не выбрать она называла своим самым личным говорила что она не могла не снять этот фильм хотят было очень сложно протащить его через цензуру несмотря на первоисточник прозу в общем-то принятого в ссср и очень уважаемого белорусского писателя василия быкова сотников так называлась повести так зовут главного героя учителя математики гениально сыгранного борисом плотниковым который становится партизаном эта история двух партизан который попадает в плен во время оккупации немцами советской белоруссии и собственно говоря судьбы этих партизан очень разный один из них по фамилии рыбак он военный эту роль играет владимир гостюхин это тоже потрясающая актерская работа он решает сотрудничать просто ради того чтобы спасти свою жизнь а другой слабый интеллигент тот самый сотников не может сдаться это фильм о компромиссе это фильм о том что выбор есть всегда даже на самом деле на эшафоте этот выбор у тебя все равно есть это невероятно снятая картина была вдохновлена христианской идеей и то что главный герой белорусский партизан на самом деле христос это была лишь одна из проблем фильма с цензурой но фильм удалось спасти сохранить полностью и он получил золотого медведя на берлинском кинофестивале это последняя законченная работа шипить к которая трагически погибла и также это одна из лучших киноработ выдающегося композитора альфреда шмидке он вообще-то не очень серьезно относился к своим саундтреком но мне кажется что восхождение которое новая актуальность обрело увы в последний год это доказательство того что для по-настоящему замечательного композитора никакая работа даже прикладная не может быть проходной кира муратова в моем любом списке величайших лучших режиссеров и режиссерок всех времен и народов кира георгий навсегда будет на одном из первых мест она конечно была гениальной и это касается как раннего вполне еще ортодоксального хотят и тоже там фильмы запрещали клади на полку периода ее творчество фильмов 60-х 70-х так и того что снимала уже в 21 веке а там фильма было немало она жила и работала в одессе и по праву украина считает ее украинской режиссеркой советской назвать ее язык не очень повернется и фильма который я выбрал для этого нашего теперешнего списка он тоже скорее антисоветский в общем-то это фильм закрывший советский союз закончивший советское кино и советское искусство астенический синдром это самое наверное масштабное из работ киры георгиевны и самое удивительное и для меня это был фильм который просто развернул меня в сторону кино я видел его практически еще ребенком мне наверное было лет 13 и обнаженная натура звучащая с экрана кселя впервые в советском кино мат все это меня тогда совершенно потрясло также потрясает и то что в этом фильме есть два как бы женский черно-белый и как бы мужской цветной и герои второго фильма смотрят первый но узнаем это только в середине фильма когда героиня ольги антоновой она похоронила мужа и это такая настоящая драма на разрыв хотя очень по-муратовски снятая камерная драма вдруг она прерывается мы оказываемся в кинозале все зрители которого выходят потому что было неинтересно все это смотреть остается только один главный герой школьный учитель как мы потом узнаем пораженный тем самым астеническим синдромом постоянной усталости он засыпает на ходу иногда кажется что мы до сих пор болеем этим самым синдромом ну а через его судьбу мы видим просто этот мир мир крушения огромной империи на развалинах которого вырастет что-то другое и одна из сцен документальная сцена сняты на живодер не несомненно должна считаться одной из самых самых эффектных сцен и гуманистичных что ли хотя применимы ли это слово когда мы говорим о животных в истории мирового искусства и кино эта сцена когда на эту живодерню приходят люди и видят лица иначе не скажешь животных приговоренных к смерти и это то с чем кира муратова продолжала бороться вплоть до последних своих фильмов дней своей жизни вероятно не веря в победу но по дон кихоцки продолжая бороться нашу маленькую субъективную историю двадцатого века в кино снятым женщинами режиссерами мы завершаем разумеется фильмом джейн кемпиан пианино первый фильм снятый женщиной который получил золотую пальмовую ветвь каннского фестиваля а потом несколько оскаров и моментально в момент выхода на экраны стал культовым это новозеландская картина объединила европейскую чувствительность с растворением в природе которая иногда мне кажется возможно только в искусстве нового света в широком смысле слова героиня этой романтической ленты женщины из шотландии которая лишена дара речи почему мы не очень понимаем она вместе со своей небольшой дочкой и с скудным багажом в том числе с пианино она пианистка прибывает в новую зеландию чтобы выйти замуж за мужчину которого не то что не любит а просто не знает и дальше возникает постепенно любовный треугольник который ставит перед нами вопрос собственно говоря выбора в любви выбора в искусстве выбора в жизни эта картина вырывает женщину из этой пассивной роли в которой женщина находилась даже в классической романтической парадигме каких-нибудь сестер бронте и показывает хоть и на материале вот этого выдуманного 19 века перспективу совершенно иного взгляда героиня холи хантер это героиня которая в буквальном смысле слова вместе с музыкой учатся заново говорить это говорение это обретение себя обретение субъектности через любовь и через музыку не только холи хантер но и оба исполнителя мужских ролей в этом фильме замечательные это харви кейтель и сэм нилл юная анна пэкуэн одна из лучших артисток детей на рубеже 20 21 века ну и конечно может быть вообще главной героиней этого замечательного фильма музыка майкла наймана двадцать первый век открываем вместе с софией коппулой трудности перевода наверное самый любимый всеми ее фильм не знаю лучше или нет мне например очень нравится ее дебют девственницы самоубийцы да и вообще софия коппола продолжает быть режиссером очень высокого уровня впоследствии она получила золотого льва венецианского фестиваля за свою замечательную ленту где-то однако трудности перевода это фильм образы которого до сих пор моментально опознаются фильм который конечно был модным нельзя этого слова избежать но испытание временем он прошел и сегодня когда мы видим лицо билла мюррея который играет персонажа очень похожего на самого себя мы моментально опознаем что это из этой картины этот вообще неожиданный дуэт неожиданной истории любви который не совсем любовь да это любовь полутона любовь полу намек а любовь который не произошло между героем билла мюрре и скарлетт йоханссон не только разница в возрасте а скажет йоханссон там 19 лет но и в принципе любовь как некая стихия которая чужеродна твоей повседневности ведь встретились эти двое персонажей в японии метафорой их отношения становится джет-лак они не могут заснуть по ночам меняется весь график их жизни и меняется отношение к этому неожиданному чужаку который вдруг становится тебе родным в этом фильме действительно есть магия которая подчеркнута совершенно сновидческим образом японии а также замечательной музыкой один из авторов который кевин шиллз музыкант майблоди валентайна и таким образом лидер один из лидеров музыкального движения шугейс шугейс музыканты которые музицируют глядя на свои ботинки не глядя в зал и мне кажется вот такая же застенчивость характерно для этого невероятно обаятельного фильма и софия коппола с тем фильм доказала что она не просто дочь великого отца фильмах которого она как актриса еще совсем младенцем снималась а совершенно самобытный режиссер со своей интонации своим кино языком вообще сегодня мне кажется в двадцать первом веке когда мы говорим режиссер коппола прежде всего мы вспоминаем уже не фрэнсиса форда а софию кэтрин бигеллоу и и именно всегда в истории потому что она первая женщина получившая оскар за лучший фильм ну и за режиссуру тоже и это было тем более революционно что ей удалось победить самый кассовый на тот момент фильм фильм аватар снятый ее бывшим мужем джеймсом кэмероном вот такие вот странности судьбы а сам фильма повелитель буря приходится назвать его так потому что в россии его знают именно под этим названием и везде где говорят по-русски на самом деле hurt locker это непереводимый термин из лексикона саперов сложной работе которых посвящен этот фильм эта картина об иракской войне наверное одна из самых лучших и в ней поражает не только виртуознейшая операторская работа бэри экрэйда который получил тоже оскара замечательные актерские ансамбли которые запомнился не только работы джереми рэннера но как бы режиссерский подход вообще кэтрин бигеллоу вот мы любим иногда говорить о том что есть режиссеры мужчины которые как никто другой чувствует женщин и напоминаю что в этом списке как правило педро альмадовар или райнер вердер фазбиндер или например ингмар бергман есть и режиссеры женщины режиссерки которые замечательно чувствуют мужчин и кэтрин бигеллоу именно такова и и ее фильм на гребне волны с океану ривзом или странные дни научно-фантастические или к 19 с харрисоном фордом о русской подводной лодке доказательства тому но самый главный фильм который она еще исследует прежде всего мужскую психологию а не скажем этические основания вторжения в ирак это именно фильм повелитель бури он показывает о том что такое жить на адреналиновой игле и что такое ежедневно искать и находить мотивации для своей деятельности когда ты участвуешь в несправедливой и в общем-то бессмысленной войне сара поле канадская режиссерка ну наверное надо к этому добавить что еще актриса она замечательная актриса которая прославилась в картинах атома и гаяна терри гильяма там она была со всем ребенком ну и потом она снимала снимала снималась мне очень нравится ее роль в фильме господин никто и перешла к режиссуре и уже ее дебют вдали от нее по прозе элис монро привлёк к ней всеобщее внимание совсем недавно на оскарах она получила статуэтку за лучший адаптированный сценарий за свой фильм женщины говорят но я хотел бы в наш нынешний список внести еще одну картину сары поле самую экспериментальную необычность всего что она снимала фильм называется истории которые мы рассказываем сара поле в этом фильме рассказывает собственную историю а вместе с ней рассказывают ее родные речь идет о ее матери которая давно уже умерла и и много лет спустя сара поле совершенно случайно подозревая что ее отец не ее биологический отец начинает раскапывать и узнавать кто мог бы быть ее отцом и доходит до определенного результата опять же это очень неожиданный фильм он сделан совершенно авангардной манере например мы только концу понимаем что флэшбеки снятые на хоум видео на самом деле разыграны актерами это конечно не настоящие родственники сары поле но присутствует настоящий в кадре тоже однако все-таки сюжет для раскрывать до конца не буду мне кажется это путь который каждый зритель должен пройти сам и и это фильм которым в прямом смысле актриса превращается в режиссера она была актрисой то есть фигурантом собственной жизни не осмыслявшие то кто этой жизни управляет и как эта жизнь устроена включая момент собственного зачатия и она перехватывает эту инициативу пишет монолог например для собственного отца это он там голос за кадром для того чтобы рассказать не только свою историю но и историю своих близких замечательно нежный иронический а главное совершенно оригинальный фильм аличер арвахер и итальянка живущая работающая в тоскане в принципе мог бы выбрать любой и фильм для этого списка она не так много сняла мне нравится все что она сделала и в этом двадцать третьем году я ужасно жду ее новой работы под названием химера но для сегодняшнего списка я выбрал ее фильм чудеса который получил гран-при на каннском фестивале это малобюджетная картина абсолютно волшебная она снята странном гибридном стиле в нем ощущается документальности актеры не профессионалы тем более что большая часть этих актеров это дети но в то же время есть профессионалы в том числе знаменитая моника белучи она играет здесь телеведущую немножко карикатурная роль но при этом с такой любовью сыгранная что смеяться над этим не получается речь идет о семействе многодетном семействе которые занимаются пчеловодством главная героиня девочка по имени джельсамина которая мечтает уехать из этой сельской местности куда-то в большой город а ее папа хочет она продолжала его дело и не хочет чтобы она уезжала и девочка добивается того чтобы семья приняла участие в телеконкурсе название самой традиционной семьи региона это телеконкурс который якобы возвращает некие забытые традиции этрусков об этрусках на самом деле ничего практически не известно очень мало что о них сохранилось и все это чистейшая фантазия фантазия которая как бы через насекомых через пчел переносится в современность и каким-то волшебным магическим образом передается этой самой девочка которая умеет как шаман заговаривать этих самых пчел впрочем очень трудно это рассказать лучше смотреть этот фильм снят потрясающий французская операторка элен лувар она снимала все фильмы аличер арвахер и это настоящий визуальный шедевр ну а почему фильм был награжден в каннах я думаю среди прочего потому что президентом жюри в том году была лауреатка Кан за пианино великолепная Джейн Кэмпин эта картина чудеса наверняка была ей очень близка Дженнифер Кент у нее на счету всего два полнометражных фильма первый из которых я выбрал для этого списка Австралийка и замечательно она кроме своего таланта тем что вписала свое имя в летопись хоррора вот фильмы ужасов это наверное один из тех жанров куда женщины не то что кто-то не пускают но они редко туда заходят только как героини как эти самые последние девушки Бабадук это фильм который стал следствием увлечения Дженнифер Кент творчеством Ларса фон Триера она сначала осталась под грандиозным впечатлением от танцующей в темноте потом напросилась Триеру поработать его ассистенткой во время съемок Догвиля ну а в Бабадуке можно даже увидеть какие-то визуальные переклички с Антихристом единственным триеровским хоррором однако может быть лучше даже и обойтись без этих поверхностных параллелей и рассказать ту простейшую историю матери и сына они живут вдвоем сыну 6 лет папа умер умер он в момент когда ребенок рождался и ребенок вырос без отца и вот сейчас этот мальчик когда мама читает ему сказки придумывает для себя мужскую фигуру может быть это такой черный двойник этого воображаемого отсутствующего отца а может быть это просто бука может быть это просто такой бабай из русской мифологии или песочный человек из одноименной новеллы Гоффмана во всяком случае это черное существо которое приходит чтобы забирать непослушных детей и чем больше мальчик думает о том как он будет спасаться и защищаться от этого чудовища вполне себе в стиле одного дома тем ближе явление этого чудовища потому что парадокс в том что когда ты в него веришь он материализуется мама которая не желает со всей этой ерундой соглашаться тоже по неволе включается в игру замечательный изобретательный минималистский очень глубокий фильм исследующий травму исследующие отношения разных поколений отношения матери и сына ну а также рекомендую вам посмотреть и другие работы Дженнифер Кент в частности ее нео-вестерн Соловей и великолепную короткометражку которую включил в свой хоррор альманах Гильермо Дель Торо эта короткометражка называется Мурмурация Тони Эрдман так называется эта немецкая картина снимавшаяся большей частью в Румынии и Тони Эрдман это даже не главный герой этого фильма это воображаемая сущность Марин Аде замечательная режиссерка из Германии которая является одной из главных участниц движения под названием Берлинская школа однако творчество Аде очень самобытное она мало похожа на своих товарищей и товарок по этому направлению например у него очень особенное очень остро выраженное в этом фильме чувство юмора история Тони Эрдмана такова взрослая дочь встречается с пожилым отцом в Бухаресте где она работает она бизнес леди а он отставной учитель музыки он приезжает навестить ее на несколько дней конечно это очень неловкая ситуация она вздыхает с облегчением когда папа возвращается домой но папа оказывается никуда не улетел он напяливает на себя ужасный парик вставляет вставную челюсть говорит я Тони Эрдман ваш новый бизнес партнер и дальше как такой воображаемый тролль он оказывается участником жизни своей взрослой дочери для того чтобы привнести в эту жизнь немножко хаоса и немножко счастья потому что вся ее жизнь подчинена только социальным ритуалам только требованиям которые офисный кодекс ей предъявляет эти требования разрушаются по ходу действия фильма вплоть до кульминационной потрясающей сцены голой вечеринки в конце даже ради этого стоит это довольно длинную картину смотреть подряд и до самого финала и это не только трогательная драма об отношениях дочери и отца это фильм об освобождении и конечно для режиссура женщин освобождение от любых сдерживающих механизмов и институтов это лейтмотив который соединяет многие-многие-многие фильмы совсем разных авторов Грета Гервик наверное несколько лет назад можно было сказать что прежде всего вы знаете ее как актрису и действительно она своего рода лицо и голос своего поколения а также жанра разговорных полукомедий мамблкор но сегодня наверное для многих Грета Гервик уже в большей степени даже и режиссерка в особенности учитывая что ее новый фильм Барби сам замысел кажется очень нестандартным это наверное одно из главных ожиданий двадцать третьего года ну а начался ее путь в режиссуре с фильма Леди Бёрд и на сегодняшний день наверное это самое яркое режиссерское достижение Греты Гервик который показал что она вовсе не только соавторка и подруга жизни но Баумбаха режиссер у которого она не раз снималась свою самую знаменитую роль сыграла именно у него в фильме Милая Фрэнсис что она совершенно самобытная художница совершенно своим взглядом на мир Леди Бёрд это история взросления виртуозно разыгранная Сиршей Ронан актрисой у которой есть такое свойство она как будто бы вне возраста она вечная девочка и тут она играет именно девочку старшеклассницу которая приходит в эту взрослую жизнь понемножечку справляясь с ожиданиями со стереотипами которые и школа и семья на нее накладывают там много забавных приключений в целом это роман взросления который рассказан удивительно откровенно свободно и с замечательным юмором с точки зрения девочки как это ни странно в огромном каноне фильма взросления девичьих историй которые рассказывает режиссер и сценаристка женщина очень мало и Леди Бёрд стала именно таким сюжетом результат очень высокие оценки критиков очень много наград в том числе номинации на Оскара и возмущение огромного количества людей я помню вирусное пародийное видео о центре психологической поддержки тех кого бесит Грета Тунберг куда звонят в основном конечно мужчины в возрасте и обычно второй вопрос который они задают после вопроса о том почему столько внимания Греты Тунберг это за что номинировали на Оскара Леди Бёрд так вот сегодня этот вопрос к счастью никто уже не задает а эта замечательная картина вошла в новейший канон женской режиссуры Ильдико Эньеди постановщица из Венгрии которая стала суперзвездой современного кино довольно неожиданно для всех дело в том что взлет ее состоялся довольно давно в восемьдесят девятом году когда картина мой двадцатый век с Олегом Ивановичем Янковским в одной из главных ролей взяла золотую камеру на Каннском фестивале то есть приз за лучший дебют но считалось что режиссерка не оправдала эти многочисленные ожидания в самом случае следующие ее фильмы вызывали гораздо более кислую реакцию потом просто возникла большая пауза в творчестве и вдруг она вернулась с картины о теле и душе которую я сегодня и хочу рассказать это фильм который поразил всех и одновременно на Берлинском фестивале он взял четыре награды от четырех разных жюри ну дело не в том какие конкретные жюри а в том что этот фильм понравился всем и всех поразил это история любви но очень нестандартная она происходит на скотобойне скотобойня при этом снята документально это настоящий забой скота и Ильда Каиньеди объясняла это тем что она не могла бы убивать животных специально для своего фильма но она внедрила своих персонажей на эту скотобойню по сюжету это директор скотобойни и инспекторша которая прибывает туда для того чтобы узнать кто украл некий препарат для животных который оттуда пропал и вот эта инспекторша которая страдает явно расстройством аутического спектра и этот страдающий от некой инвалидности директор они неожиданно сходятся когда вдруг выясняют внезапно это происходит что им снится один и тот же сон в этом сне он видит себя оленем а она соответственно косулей которые бродят по зимнему лесу и там встречаются и эта встреча во сне неожиданно сводит этих двух людей совершеннейших одиночек не приспособленных к общению и тем более к любви сводит их друг с другом то что кинематограф это сон когда-то провозгласил Бергман доказал Тарковский Дэвид Линч та же самая Майя Дерен или Луис Буниель то есть многие герои многих наших выпусков мне кажется последний по времени фильм который доказывает это делом это замечательный сновидческий но включающий при этом и документальные элементы фильм о теле и душе Лин Рэмси я должен признаться что равнодушен к этой шотландской режиссерке которую очень и очень уважают в Великобритании которую часто показывали на мировых фестивалях в частности в Каннах у которой считают за честь снятся самые лучшие артисты но так было до тех пор пока я не посмотрел поразившую меня в самое сердце картину ее я не мог не внести в наш сегодняшний список фильм называется «Тебя никогда здесь не было» и это поэтическое название очень хорошо соответствует киноязыку этой картины которая вся фрагментарна которая состоит больше из образов разрозненных чем из некого сюжета там есть криминальный сюжет но он такой рудиментарный это история киллера немногословного который в какой-то момент выходит на след очень опасных людей высокопоставленных педофилов и спасает от них девочку киллера зовут Джо девочку зовут Нина кстати говоря это русская девочка по сюжету но это все почти не важно очень важно актерское присутствие Хакина Феникса он играет роль этого самого Джо и это одна из самых его наверное великих ролей он играет огромного ребенка инфантильное существо практически недоразвитое у которого есть инстинкт убийства он собственно говоря ветеран из зон боевых действий но который испытывает огромный дефицит любви, нежности и ласки и странным образом фильм как будто бы этот дефицит компенсирует это фильм в котором есть сцены жестокости но это фильм против жестокости несмотря на его ну такой совершенно шаблонный сюжет и конечно своей магии этот фильм обязан актерской работе центральной но также и еще одному очень важному компоненту там музыка Джонни Гринвуда наверное можно сейчас о нем говорить как о гитаристе группы The Smile до этого гитаристе группы Radiohead но вообще-то говоря этот британский музыкант просто один из самых лучших авторов саундтреков последних 15 лет и наверное тебя никогда здесь не было это одна из вершин его творчества завершаем десятку фильмом земля кочевников и Хлоэй Джао Хлоэй Джао это китаянка которая училась в Англии и работала и работает в Америке у нее совершенно потрясающая карьера которая началась с независимых полудокументальных фильмов снятых с актерами непрофессионалами в резервациях в Америке закончилась гигантским марвеловским блокбастером Вечные но конечно земля кочевников это ее шедевр это фильм который в разгар пандемии получил золотого льва на фестивале в Венеции а потом несколько основных Оскаров в том числе за лучший фильм года собственно говоря Хлоэй Джао стала второй женщиной которая получила Оскар за лучший фильм года но дело же не в наградах не в призах сейчас это уже тем более не настолько эксклюзивно дело в совершенно особенном таланте этой очень чуткой очень тонкой постановщицы которая умеет размывать сюжет почти до полной невидимости которая умеет своих актеров встраивать в документальную среду и мы вновь видим на ее примере вот это свойство очень многих режиссеров как документально соединять с игровым ну конечно этого соединения бы не произошло если бы не незаурядная актерская работа Фрэнсис Макдорманд она же продюсер фильма ее героиня 60-летняя Ферн после смерти мужа оказывается без дома но она говорит в этом фильме это очень важная такая фраза манифест я не бездомная у меня просто нет дома ее передвижной дом в котором она совершает круговое турне по Америке устраивая сезонные рабочие знакомясь с новыми людьми это способ освободиться и вдохнуть чистого воздуха именно во время пандемии когда люди сидели в заперти эта картина воспринималась совершенно особенным, очень свежим образом я думаю, что этот фильм перелистнул некую страницу и в жанре американского road movie это канонический жанр и публика от него устала но Хлоя Джао смогла посмотреть на него иначе посмотрим, куда дальше приведет ее собственная дорога потому что после вот этого независимого фильма и большого марвеловского фильма очевидно, надо выбрать следующий пункт назначения скорее всего он уже выбран в любом случае хочется пожелать ей удачи, но улыбнется ей удача или нет уже сегодня ясно, что Хлоя Джао это тоже очень важный пункт в истории женской режиссуры современного кино Огромное количество имен выпало ну хотя бы я их перечислю Эсфир Шуб с ее легендарным падением империи Романовых авангардистка, чье имя называют рядом с именами Дзиги Вертовы и Сергея Зинштейна конечно же Татьяна Лиознова ее 17 мгновений весны главный телесериал советского времени несомненно многие американки например Петти Дженкинс чья чудо-женщина это первый большой студийный блокбастер срежиссированной женщины это тоже историческая веха и тоже важная огромное количество француженок Клэр Дени она конечно культовая режиссерка и ставшая не менее культовой за последние годы Селин Сьема недавняя победительница важнейших фестивалей КАН Жюлья Дюкурно с фильмом Титан и Одри Диуан с фильмом События победившая в Венеции молодые замечательно талантливые россиянки это и Валерия Германика и Анна Меликян и Оксана Карас Оксана Бычкова и Нигина Сайфулаева все они тоже очень-очень талантливы в общем глаза разбегаются неловко перед всеми и немножко подумав я решил что напоследок очень быстро без таких деталей назову еще пять фильмов совсем новых это фильмы за последние 12 месяцев снятые и вышедшие некоторые даже еще кое-где не вышли в прокат то есть это совсем свежее кино из пяти разных стран сделанное молодыми женщинами и все пять фильмов замечательные поехали Алькарас Карла Симон Золотой медведь в Берлине замечательная очень сложная картина об уходящем Эдеме о персиковом саде который надо вырубить и о семье который грозит распад когда этого сада не станет один из любимых фильмов Педро Альмадовара Шарлотта Уэллс Солнце мое дебют великолепной британской режиссерки фильм был в Каннах получил номинацию на Оскар для Пола Мескале сыгравшего главную роль это новейшая звезда британского кино вы может быть помните его по сериалу Нормальные люди и фильм об отношениях отца и девочки почти бессюжетный очень атмосферный с тончайшим монтажом и замечательной работой со звуком фильм воспоминания Один маленький ночной секрет Натальи Мещаниновой фильм который мне кажется может служить примером того что можно быть достойным человеком и снимать достойное кино в сегодняшней воюющей России не прибегая к каким-то позорным умолчаниям потому что мы можем прочитать как метафору историю этого фильма историю девочки-подростка которая переживает сексуальные домогательства отчима тонкое болезненное и очень личное кино Кландайк Марина Эль Горбач этот украинский фильм Украина представляла на соискании Оскара он не попал в шорт-лист но фильм заслуживает внимания его беременная героиня становится свидетельницей падения Боинга в 2014 году и эта трагедия давшая фактически точку отсчета войне бушующей сегодня там показана с точки зрения обывателя обывателя сдающегося вопросом могу ли я быть в стороне от этой войны и фильм дает совершенно однозначный ответ на этот вопрос Наконец, прошлые жизни Селин Сон ну я рассказывал уже о нем в нашем берлинском стриме фильм, который в нашем жюри Screen International занял первое место это дебют девушка-драматург этническая кореянка живущая и работающая в Нью-Йорке Селин Сон сделала кино о любви которая могла бы быть, но которая не случилась это немножко автобиографическая лента очень ироничная очень нежная совершенно пронзительная и с замечательной ролью Тео Ю актера из Лета Кирилла Серебренникова который здесь играет собственно говоря корейца когда-то в детстве он был влюблен в героиню этого фильма и теперь приехал на неделю навестить ее в Нью-Йорк Статистика и опыт показывает с каждым годом женщины все более активно снимают кино в самых разных жанрах по всему миру уже нету стран в которых патриархат настолько очевидно правит в кинематографе это ужасно здорово это значит что открываются новые двери новые возможности не только для конкретных людей в частности для женщин но и для самого кино как для искусства за этими изменениями и за тем что в этих новых окнах мы увидим конечно будем следить всем спасибо за внимание это был Антон Долин и Радио Долин